В нашем обществе существует стереотип, что стресс — это нечто вредное для здоровья. Стресса нужно всячески избегать. Стресс значительно стигматизирован, поэтому многие психологические практики предлагают, например, избавиться от стресса за 7 дней или избавиться от стресса за 5 дней. Из-за того, что стресс стигматизирован, то есть на стресс наложена такого форма стигма, опасность заключается в том, что как только мы испытываем стресс, мы испытываем еще и дополнительный стресс, потому что попадаем в ситуацию, когда нам кажется, что мы испытываем нечто, что вредно для нашего здоровья. В этой попытке излечить человека от стресса, в принципе, и есть в определенной степени корень интенсификации стресса, то есть дополнительного причинения человеку дополнительного стресса. Когда в 1946 году Ганс Селье ввел концепцию стресса, понятие стресса, а Ганс Селье считается отцом стресса, он понимал под этим совершенно иное. То есть он не считал, что это что-то вредное для организма, а скорее наоборот. Изначально Селье определял стресс как адаптативную реакцию организма на новизну. То есть Селье в результате своих экспериментов обнаружил, что организм крыс и других животных, и в результате людей реагирует на разные раздражители схожим образом. Например, на раздражитель в виде яркого света, то есть световой раздражитель, в виде холода, холодовой раздражитель, либо в случае с человеком эмоциональный раздражитель, организм задействует определенный схожий комплекс симптомов. Селье назвал этот комплекс стрессом, предполагая, что это реакция организма на новизну, на некую новую интенсивную ситуацию, к которой наш организм должен приспособиться. То есть он должен мобилизовать свои силы и приспособиться. Поэтому считать саму реакцию стресса, вот эту адаптационную реакцию, когда организм мобилизует свои силы и приспосабливается к ней, нельзя считать вредоносной. Сама по себе она направлена на то, чтобы мы могли учиться, могли приспосабливаться к определенной ситуации. То есть оно сохраняет целостность нашего организма, а не наоборот, вредит нашему организму. Для Селье, то есть то, что это не специфичная реакция, то, что это реакция не одинакова в случае с разными раздражителями, говорит о том, что это реакция не только на плохое, как мы привыкли думать в нашем обществе. Обычно мы считаем, что стресс это реакция на какое-то плохое событие. И стресса, соответственно, следует избегать. В действительности это нейтральная реакция, то есть реакция просто на нечто интенсивное, нечто новое, новую ситуацию, к которой нам нужно приспособиться. У Селье есть замечательный пример о матери, которой пришла новость о том, что ее сын погиб на войне. Соответственно, в такой ситуации мать испытает стресс, испытает шоковый стресс, и она попадает в новую страшную ситуацию жизненную, в которой ей необходимо мобилизовать свои силы, те, которые остались, и приспособиться к ней. Но при этом, если же эта мать увидит сына живым, то есть окажется, что новость была, ее дезинформировали, она все равно испытает стресс. Она все равно попадет в ситуацию стресса, несмотря на то, что это новая ситуация, она успела приспособиться к плохой новости, как могла. И эта новая ситуация, радостная новость, все равно ее подвергнет стрессу. То есть ей все равно нужно будет приспособиться к этой новой жизненной ситуации. Несмотря на то, что эти две ситуации, то есть две противоречащие друг другу новости, Одна радостная, одна грустная. Несмотря на это, в каждой ситуации она для нее является новой, и мать испытывает стресс. Реакция стресса комплексная. Попадая в ситуацию стресса, организм задействует все свои системы. Только для удобства мы выделяем такие отдельные проявления стресса на разных уровнях, как, например, на физиологическом уровне, это выделение кортизола и норадреналина. На поведенческом уровне торможения пищевого и полового поведения, на когнитивном, психическом уровне концентрации внимания, повышения тревожности и запоминания. Но еще раз повторю, что выделение этих отдельных аспектов только для удобства. В принципе, в кризисной стрессовой ситуации организм мобилизует и задействует все свои силы, все свои ресурсы, действуя как единая система, для того, чтобы адаптироваться к этой новой ситуации. И вот именно со свойством стресса способствовать запоминанию, свойством стресса способствовать концентрации, и связано то, что стресс способствует обучению. Даже если следовать определению селье об универсальности стресса, можно сказать, что обучение предполагает стресс. Обучение и есть в какой-то степени стрессовой ситуацией. Потому что, учась чему-то, мы подвергаем себя новой информацией, которой нам следует приспособиться, которой нам следует овладеть. То есть с самого детства мы подвержены новым ситуациям, к которым мы адаптируемся. И в принципе это происходит с нами каждый день. Но особенно интенсивно в целенаправленном процессе обучения. Особенно заметна связь стресса с запоминанием в случае с людьми с посттравматическим стрессовым расстройством. Один из симптомов посттравматического стрессового расстройства – это то, что люди запоминают травматичную ситуацию. То есть человек с этим расстройством помнит то, что он в принципе не хотел бы помнить. Он хранит воспоминания, яркие красочные воспоминания, которые он не хотел бы хранить. Поэтому благодаря этому свойству запоминания стрессовой ситуации, когда мы обращаем на что-то свое внимание, мы эмоционально к этому относимся, мы это хорошо запоминаем. Именно благодаря этому существует связь между обучением и между состоянием стресса. Ученые обнаружили это благодаря эксперименту с водным лабиринтом и крысами. Оказалось, что если крыс в водном лабиринте ввести в состояние стресса, это достигалось понижением температуры воды, тогда крыс улучшаются когнитивные способности, и они находят скрытый лабиринт, скрытую платформу в лабиринте быстрее, чем крысы в состоянии без стресса. То есть, когда температура воды нормальная, у крыс занимает больше времени нахождение этого лабиринта. Но при этом оказалось, что если температуру воды понизить до критической, то есть сделать ее совершенно холодной, крысы, когнитивные способности крыс значительно падают по сравнению с тем, какими они были в воде с нормальной температурой и, соответственно, в воде с низкой температурой, которая вызывала у них стресс. Из-за этого стали считать, что обычный средний уровень стресса может способствовать обучению, но при этом слишком чрезмерный стресс может входить в конфликт с процессом обучения. Но это можно интерпретировать и по-другому. Если мы согласны с определением Селье, что стресс – это адаптативная реакция организма, то крысы, которые были в очень холодной воде, у них просто выключилась реакция стресса, выключилась адаптативная реакция, поэтому понизились когнитивные способности. Крысам в такой ситуации было рационально переключиться в режим сохранения энергии, а не поиска, не интенсификации своих когнитивных способностей. То есть адаптационное состояние стресса было выключено, и из-за этого понизились когнитивные способности. Исследования последних лет показывают, что очень важно для процесса обучения, для того, чтобы обучение стресс способствовал обучению, необходимо, чтобы стресс совпадал во временном пространстве с обучением. То есть стресс лучше испытывать во время обучения, а не после целенаправленного обучения, либо и не до обучения. Это стали интерпретировать так, что стресс способствует обучению, только когда он колерирует, то есть совпадает по времени с процессом обучения. Но в действительности это можно интерпретировать по-другому, потому что, например, если мы готовимся к экзамену и испытываем стресс, мы, соответственно, лучше подготовимся к экзамену, то есть лучше усвоим информацию. И мы это знаем, потому что мы, как правило, задерживаем процесс подготовки до дедлайна или до экзамена, когда у нас аккумулируется достаточно уровень стресса для того, чтобы мы сконцентрировались и выучили то, что нам нужно. То есть во времени это должно совпадать. Но при этом, если, например, мы испытываем стресс до того, как мы начинаем готовиться к экзамену, например, мы с кем-то поссорились, то есть стресс по какому-то личному поводу, это негативно повлияет на нашу подготовку. В состоянии ссоры мы, испытывая стресс, тоже стали чему-то учиться. То есть мы сконцентрировались на этой ситуации, потому что важно было к ней адаптироваться, потому что это важное эмоциональное состояние, для которого нам нужно было сконцентрироваться и найти выход. Поэтому позже, когда мы стали учиться, нам нужно было подготовиться к экзамену, к сдаче экзамена, у нас просто процесс обучения, который включил стресс в процессе личной ссоры, вступил в конфликт с процессом обучения по подготовке к экзамену. И не факт, что то, чему мы научились в процессе ссоры, то, что наш мозг выбрал запомнить лучше, пригодится нам в действительности в жизни меньше, чем материал для подготовки к экзамену. Ганс Селье считал, что мы испытываем стресс всегда и, в принципе, приравнивало стресс к жизни. Мы испытываем его даже во сне. Каждое утро, просыпаясь, мы должны приспосабливаться к ситуации, когда нам, во-первых, нужно проснуться, и, во-вторых, вести активный образ жизни. Человек по Селье не испытывает стресс только тогда, когда он мёртв. Но проблема со стрессом в том, что интенсивный стресс израсходует ресурсы организма. То есть мы не способны пребывать в состоянии интенсивного стресса всегда, потому что нам нужно восстановиться. Нам нужно восстановить свои силы, которые были израсходованы, интенсивно израсходованы на то, чтобы мы приспособились к новой ситуации. Поэтому, например, активно учиться, активно узнавать новое, мы не можем дольше, чем несколько часов в день. Обязательно за периодом интенсивного стресса должен следовать период восстановления своих сил. В какой-то степени, если стресс – это и есть жизнь, это и есть, скорее всего, дыхание жизни, то за вдохом должен следовать выдох. То есть от стресса нельзя избавиться, потому что стресс и отдых от стресса – это и есть дыхание жизни. Субтитры создавал DimaTorzok